Фрагменты из книги «Дорогой тысячелетий. Экскурсии по средневековому Крыму». Издательство «Крым. Симферополь. 1966 год». Кафа Солдая Чимбало. Колония итальянских торговых городов в средневековом Крыму. Под властью феодалов-иноземцев. Выходцы из Генуи были лишь тонкой прослойкой среди многонационального населения крымских городов. В 1475 году в Кафе на 70 тысяч жителей насчитывалось только около тысячи генуэзцев. Еще меньше их было в Солдае и Чимбало. Термин «генуэзец» со временем приобрел не только этнический, но и определенный социальный смысл. Сначала все лица, принадлежавшие правящей верхушке города, были генуэзцами. Являясь ничтожным меньшинством среди жителей крымских средневековых городов, они составляли наиболее привилегированную часть населения и освобождались от уплаты налогов и сборов. В руках иноземцев находилась вся политическая власть. И только граждане Генуи могли занимать высшие административные должности в Кафе, Солдае и других генуэзских колониях. Однако это правило не распространялось на наемных солдат, матросов и слуг итальянского происхождения, место которых на нижних ступенях общественной лестницы было определено раз и навсегда. Все коренное население генуэзских колоний Крыма, в свою очередь, разделялось на две основные социальные категории. Граждан – это средний зажиточный слой городского населения и так называемых жителей. Последние составляли в населении Кафе и Солдае наиболее бедный эксплуатируемый плебейский элемент. Первые же сосредоточили в своих значительную часть ремесла и торговли, их собственность охранялась генуэзскими законами. В начале XIV века граждане получают доступ к местным административным органам, а в конце его они занимают уже половину мест в различных городских советах и комитетах Кафе. В XV веке наиболее состоятельные жители поднимаются до уровня граждан и сливаются с ними в единый эксплуататорский класс. Буржуазная истерография нередко рисует социальные отношения в генуэзских колониях в самых радужных красках, обходя молчанием факты тяжелого гнета эксплуатации неимущего и бесправного большинства населения и наземными феодалами и администрацией колоний. Генуэзские источники говорят о напряженной классовой борьбе в приморских городах и селах Крыма. В 1403 году вспыхнуло восстание против генуэзских властей в Чембало, которое было подавлено силой 6000-й армии, прибывшей из Генуи. Значительные народные движения имели место в Кафе в 1454, 1456, 1463, 1471, 1472 и 1475 годах. Наиболее крупных из них было восстание 1454 года, которое проходило под лозунгом «Да здравствует народ! Смерть знатна!». Основную массу восставших составляли городские низы, маленькие люди без имени. К ним присоединились солдаты с генуэзского корабля, прибывшего в порт. Восстание носило стихийный, неорганизованный характер и было сурово подавлено генуэзскими властями. В многочисленных инструкциях, присылаемых из Генуи в Кафу, неоднократно говорилось о необходимости изымать крекунов и сеятелей раздоров и принимать суровые меры против опасных людей. В конце 1470 года вспыхнуло народное восстание в Салдае, о котором мы узнаем из распоряжения центральных генуэзских властей консулы Кафы. В нем говорится «Мы одобряем, что вы подавили беспорядки в Салдае, желаем, чтобы сохранили там спокойствие и старались впредь, поскольку это зависит от вас, не допускать возникновения подобного рода беспорядков». В восстании городского плебса часто активно участие принимали моряки и наемные солдаты, соции и стипендиарии. Классовая национальная борьба в генуэзских колониях нередко, как это бывало в Средние века, облекалась в религиозные формы. Генуэзцы и часть поддерживающих их эксплуататорских элементов из числа местного населения исповедовали католическую религию, а подавляющая масса местных жителей придерживалась православия. Католическая церковь при поддержке генуэзцев пыталась распространить на православное население Крыма действия Флорентийской унии, заключена в 1439 году, по которой православная церковь лишалась своей самостоятельности и ставилась под власть римского папы. Местное население энергично сопротивлялось подобной политике. Острые социальные конфликты происходили не только в городах Крыма, находившихся в руках генуэзцев. Хорошо известно, что кроме городов генуэзцы в конце 14 века овладели в Крыму большим числом поселений вдоль морского побережья от Чимбала до Кафы. Во второй половине 15 века генуэзские феодалы и братья Гуаско захватили значительные земельные владения в пределах солдайского консульства и прочно утвердились в деревнях Тасили и Скути. Позднее Ускут, ныне Приветная. Гуаско обложили крестьян, захваченных имен деревень, барщины, взыскивали с них оброк и различные денежные налоги. Гуаско присвоили себе право высшей юрисдикции, в знак чего установили от имени своего виселицы в деревне Скути и позорные столбы в Тасили и создали на подвластной им территории собственные вооруженные отряды. Следовательно, Гуаско приобрели в Крыму такие права, которые были присущи только крупным феодальным сеньорам Европы. Самовольные действия Гуаско вызвали тревогу у солдайского консула, опасавшегося, что если дело пойдет так дальше, то он лишится власти над всеми деревнями консульства. Однако попытка обуздать взорвавшихся феодалов ни к чему не привела. Конные стражники консула, посланные в Скути, для того, чтобы срубить и сжечь виселицы и позорные столбы, встретили вооруженные сопротивления со стороны Гуаско и вынуждены были ни с чем вернуться в солдайю. Дело братьев Гуаско свидетельствует, что генуэзцы в Крыму выступали не только в роли купцов и промышленников, они принесли сюда более изощренные и жестокие, чем сложившиеся здесь до них, феодальные методы эксплуатации местного населения. Важно отметить, что Гуаско были не единственными феодалами и заземцами, действовавшими в Северном Причерноморье. Известно, что в XV веке в Крыму и на Таманском полуострове существовал ряд самостоятельных феодальных владений, лишь номинально зависимых от Генуи – Гримальди, Гризольди и другие. Наиболее подробные сведения о политическом строе генуэзских колоний при Черноморье дает Устав 1449 года. Он закрепил господствующее положение Кафы среди других черноморских владений Генуи. Консул Кафы именуется главой и начальником всего Черного моря. Он назначается только из генуэзских граждан правительством Генуи сроком на один год. И по истечении срока своих полномочий обязан был вернуться в Генуи и дать отчеты о своей деятельности. При консуле Кафы состоял ряд учреждений и должностных лиц, с помощью которых консул и осуществлял свою власть над колониями Генуи в Черном море. В буржуазной стереографии распространено мнение, что управление генуэзскими колониями на Черном море было построено якобы на сугубо демократических принципах – выборность чиновников, краткосрочность их полномочий, коллегиальность управления и т.д. Более глубокое рассмотрение системы управления говорит о другом. Во-первых, высшие администраторы и военачальники в генуэзских колониях, консулы, коменданты никем не избирались, а назначались генуэзским правительством. Во-вторых, члены разнообразных советов и комитетов при консуле «избирались» при непосредственном участии консула очень узким кругом лиц, состоявших из тех же чиновников. Таким образом, никаких выборов должностных лиц в колониях, собственно говоря, не производилось. Просто одна группа чиновников, срок полномочий которых истекал, назначала идущую ей на смену. Что же касается краткосрочности полномочий администраторов, коллегиальности в управлении, строгой отчетности и денежной ответственности чиновников за свои упущения, то наличие этих принципов в уставе было вызвано одним не демократическими побуждениями генуэзской купеческой олигархии, а недоверием ее к собственным администраторам, которые, надо сказать, это недоверие вполне заслужили. По образцу КАФ и строилось административное устройство и других генуэзских колоний в Крыму. Только здесь, конечно, было меньше советов и комитетов, и генуэзские чиновники в соответствии с масштабом своей деятельности получали меньшее жалование. Важнейшей задачей генуэзских властей было выкачивание налогов и различных сборов. В середине 15 века в генуэзских колониях в Крыму существовали следующие прямые налоги – поземельный, подоходный, подушная подать, налог со строения и прочее. Сборок сопровождался жестокими репрессиями против недоимщиков. Кроме прямых налогов, большое место в бюджете генуэзских колоний занимали косвенные, в частности налоги на съестные припасы, лес, траву, зелень, уголь и т.д. Сначала сбор налогов осуществлялся самими генуэзскими чиновниками. Со второй половины 14 века все это перешло в руки откупщиков, которые, разумеется, старались с лихвой возместить суммы, затраченные при получении права на взыскание соответствующих налогов. Все это усиливало разорение населения. Кроме того, содержание всех генуэзских должностных лиц и строительство оборонительных сооружений было также возложено на местное население. В период своего господства на побережье Крыма генуэзцы воздвигли в ряде пунктов полуострова крупные крепости. Остатки их можно увидеть в Феодосии, Судаке, Балаклаве и других местах. Обычно генуэзцы обносили свои фактории двумя кольцами стен, наружными, за которыми находились жилые постройки, мастерские лавки и внутренним образовавшим цитадель, где располагались жилища конкура, административные здания, склады, особо ценных товаров и, может быть, дома наиболее богатых и знатных граждан. Цитадель служила не только укрытием от внешнего врага, если бы ему удалось прорвать первую цепь укреплений, сколько опорным пунктам, предназначенным для удержания господства генуэзцев над местным населением. О роли генуэзских городов, как морских портов, свидетельствуют остатки генуэзского мола в Керчи или хорошо сохранившаяся башня Астагвера, расположенная вне пределов Солдайской крепости и прикрывавшая дорогу к порту, а также большие строения избытого камня на восточном склоне горы Балван, где, очевидно, были жилища для матросов, таверны и т.д. С 1964 года здесь ведутся археологические раскопки. Гарнизоны генуэзских крепостей были небольшими и состояли из наемных солдат, среди которых не должно было быть греков и других местных уроженцев. Из устава 1449 года видно, что гарнизоны Кафы, солдат и других колоний должны были всегда находиться в состоянии боевой готовности. Например, солдаты и гарнизоны, как правило, могли отлучаться из крепости только в дневное время, да и то лишь по очереди. После захода солнца все ворота городов запирались. Ночью они могли быть открыты только в исключительных случаях. По городу ходили патрули, которые задерживали всякого, кто появлялся далее, чем за три дома от места своего жительства. В 50-х годах XV века положение генуэзских колоний в Крыму резко ухудшилось. В мае 1453 года турки захватили столицу Византии – Константинополь. Падение его нанесло черноморским колониям гену и сильнейший удар. Главная дорога, связывающая их с метрополией, оказалась под контролем турок.